У нас сегодня королевский выпуск, я бы даже сказал императорский. Во-первых, в нашей студии это автомобиль. Во-вторых, у нас ярчайший представитель самого популярного в России вида спорта. Чемпион Европы, чемпион мира. Елизавета Камышева. О чем вы мечтаете? Пить кофе по утрам на собственной террасе. Спускаться за свежей выпечкой в домашних тапочках. Любоваться городом, принимая ванну. Летом вместо офиса работать на свежем воздухе. Кататься на катере каждый день. Никогда не опаздывать в школу. Пригласить в гости любимую футбольную команду. Чтобы идеальный порядок в квартире поддерживал себя сам. Да просто жить счастливо. Жить в бизнес-квартале ЦДС «Черная речка». Мы сегодня сидим в салоне совершенно нового BMW X6, у которого 530 лошадей в топе. Мы, правда, еще не пробовали, потому что мы сидим, боимся. Мы, наверное, используем эту возможность. В ближайшее время. Тем более, как я понимаю, что опыт с BMW у тебя, Лиза, уже есть. Да, есть. Первая машина как раз BMW X1. Да, очень хочется попробовать. Некоторое время существовало мнение у многих людей, я причем сам таких знаю, которые говорили, что им кажется, что BMW слишком аскетичны внутри, но они любят что-то такое пороскошнее и так далее. И вот именно вот эта модель, она действительно заточена под вот такие вот ожидания. Я сам удивился от этого салона, который, с одной стороны, он и кажется уж очень красивым, но в то же время здесь ничего лишнего нет. Может быть, кроме вот этих вот всех ручечек. Да, добавлены стразики. Да, стразики сваровские добавлены, как нам сказали, всего за 80 тысяч рублей в кассу. Я вообще не увлекалась никогда машинами, но когда пришло время покупать, у меня был максимальный, насколько это можно, разброс в марках машин. И было и Lexus, и Mazda, и Kia, и Mercedes, BMW, Audi. То есть все, что можно, все я смотрела, выбирала и не знала, что покупать. BMW X1 понравился тем, что он и высокий, и компактный для меня. И в то же время я себя комфортно чувствую, что не махина, а как-то все совпало. Понимаю. Вот сейчас что-то там упало у нашего гениального Ивана, который нас снимает. Это не я виноват, это виноват вот этот вот конь, который едет сейчас в комфорт режиме. Давай-ка я его переведу в эко. Лиза Таи не всегда ездила на BMW. Более того, ты не всегда ездила на машине. Меня всегда это интересовал вопрос. Я видел, когда смотрел расписание поездов, и увидел, что есть поезд. Ижевск, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургск, Ижевск. Я всегда думал, почему Ижевск? У Питера так мало в общем направлений. Почему вот именно Ижевск? Кому, кто на нем ездит, думал я. Теперь понятно, кто на нем ездил. Этот поезд нужен был для того, чтобы Лиза Туктамышева приехала в Санкт-Петербург к Алексею Мишину. Снимала поезд целый. Да, и для того, чтобы вынести всех. И как раз я подозреваю, что поезд ты здесь для себя не снимала. Скажи, пожалуйста, как это ездить каждые две недели на поезде? Это очень сложно на самом деле, потому что 27 часов эта поездка длилась у меня. И да, 27 часов туда, 27 часов обратно, на верхней полке. И тем более если... Не знаю, для меня это было не самое мое радостное время. Только радовала поездка обратно, когда ты после сборов уставшая заходишь в поезд и понимаешь, что у тебя есть 27 часов просто отдохнуть. И мысль о том, что ты едешь домой, и она тебя не могла не радовать. А когда ты ехала от семьи в Питер, это было тяжело, конечно. Потом такое облегчение было переехать уже, наконец-таки, в Санкт-Петербург. Я опять не виноват, опять что-то у нас упало. Это уже не машина, мне кажется. Ну, начинается. Вот обратно, Лиза, поедешь ты в салон Евросипы. Мы посмотрим, то, сколько у кого упало. У меня два раза. Ты сказала, что ты пошла в фигурное катание, чтобы быть с друзьями. Да. А где сейчас вот эти друзья? И кто-то из них продолжил заниматься? Нет, ну, это было... Мне было пять, а я подружилась с девочками, которые были старше меня. Они буквально через два года уже все закончили, а я как раз начала... Нашла новых друзей, естественно. Начала уже более так углубленно заниматься фигурным катанием. Поэтому именно тех людей, с которых началось мое путешествие в фигурное катание, их нет. И я, если честно, даже не помню их имена. Потому что это было очень давно. Хотя они заслуживают очень многого внимания. Я согласна. За то, что они тебя привели сюда. Девичья память меня подводит постоянно. Когда я катаю своего ребенка на каруселях, мне хватает два круга. У меня вестибулярка сломалась. А когда ты вот на этой штуке, которая в лаборатории Мишина, я просто пытаюсь объяснить словами, что это такое. Это вот такой вот как карусель, только она крутится где-то вот с такой марсианской скоростью. На ней сидит человек, в данном случае Лиза, Стоит. Стоит, стоит. Нет, и сидит он, пистолетиком, помню, сидит. Ну и сидит, в основном, да, это для группировки. Да, и вот это вот все вот так вот крутится. А потом Алексей Николаевич, добрый человек, подвешивает Лизу вот так к потолку и тоже вот так вот ее вот крутит на такой вот ручке. Ну это очень все развивает. Это вообще гениальное устройство, мне кажется, которое придумал Алексей Николаевич. Потому что даже для вращений оно очень помогает. то есть даже дело не только в технике, а если начинать делать позиции из вращений именно на крутилке, как мы ее называем, то на льду без длительных повторений, как мы обычно учим вращение, можно уже сделать шаг вперед, не находясь на льду. То есть делать только это на крутилке. То есть это достигается, насколько я понимаю, какая-то действительно нереальная скорость, которая вот к этому приспособлена. То есть положение в воздухе, положение в определенных позициях. Все это можно наработать там. Тем более скорость, все переносится сразу же на лед. И это очень круто. Чтобы не мерзнуть на льду постоянно, по часам, можно вот так вот у себя в коморке. Кстати, вот не мерзнуть на льду. Говорят, что фигурное катание очень полезно для детей. Оно развивает некий иммунитет, который позволяет сопротивляться простудным заболеваниям. Так ли это и сопротивляешься ли ты им? Единственное, могу сказать, что я не люблю холод. И поэтому, если я активно перестаю кататься, уже нет сил, то это для меня прям какая-то катастрофа, пытка, когда я с замерзшим телом должна что-то делать. Поэтому, но в принципе, наверное, да, развивает, потому что не зря же многие родители там дают именно для этого фигурное катание. Видимо, есть польза. Если бы не было, все бы уже давно сказали, что нет пользы, не надо туда ходить. Ты любишь, полюбила Санкт-Петербург, несмотря на то, что здесь, в общем-то, 6 месяцев в году находиться просто невозможно. Как же ты справляешься вот с этим, вот с этой влажностью здесь? А я просто не нахожусь. Я просто счастлива, что у меня бывает напряженный график иногда, и я выезжаю и на соревнования, и на шоу, или на постановки, и путешествую, и не засиживаюсь долго здесь, в самое неприятное для человека месяце. А какое самое крутое место, самое интересное, где ты была? Потому что я всегда считал, что сам много путешествую, но я уверен, что по сравнению с тобой просто домосед. Да, мы ездим на соревнования, и в какие-то крутые города мы выезжаем, но можем их даже не увидеть, потому что мы находимся на катке и в гостинице, и это самое основное. Ну, понятно. И вокруг отеля, что ли. Это типичный ответ, который футболисты всегда дают. Они говорят, что мы видим, и только автобус, стадион и так далее. Да, потому что все расписано по графику, и нет такого дня в организации чемпионатов, когда они просто дают свободный день всем спортсменам отдохнуть. Всегда что-то есть, что тебе нужно сделать. А саму тебя куда тянет отдыхать? В Италии. Я очень люблю Италию. Италия, это... Это идеальная страна для отпуска, если честно. Мне кажется, она была бы для меня идеальна, даже если бы я жила там. Ты учишь итальянский? Пока нет. Я хочу очень хорошо знать английский и занимаюсь сейчас этим. Раньше ты, например, только под классику выступала. Ну, не только, а в большинстве случаев. Сейчас у тебя репертуар немного изменился. Я не сказала бы, что я под классику выступала. У меня, наоборот, в основном были те, такие театральные образы. Я любила... Я люблю Испанию. Испанское там... Там фламенко, латиноамериканские мелодии. У меня было бы самимуча. То есть Лебединого озера у меня никогда не было. Но зато у тебя был 23-й концерт Мозгарта. Да, было. Это мне, кстати, безумно нравилось. Это же Адажу, я так понимаю, было, да? Да. Я за эксперименты, не знаю, только классические программы я не выдержу. Понятно. То есть ты сама себе выбираешь теперь уже музыку, можешь себе позволить? Нет, я... Никто не может позволить. Не может никто, да? Мне кажется, выбрать музыку сам, потому что лучше, когда есть три мнения, и все три мнения согласны с музыкой, чем когда человек, один человек сам выбирает, и другие должны с этим согласиться. Во-первых, такое редко случается, потому что все-таки тренером виднее, когда человек катается, может, мы там чувствуем, что это потрясающе, и это гениальная музыка, мы хотим там ну вот попсу, да, какой-нибудь взять, это будет круто, но нет, это может вообще быть не круто, это может выглядеть абсолютно беспорядочно, и лучше, когда есть три головы, которые говорят, да, это круто, это мы берем, или вся команда работает, чтобы составить идеальный образ, и всем нужно, чтобы им нравилась эта музыка, потому что по-другому как, по-другому тогда ты не будешь любить свою работу, если... Это правда. А у тебя манера вождения какая? Скоро узнаем, скоро увидите. Каску надевать? Лучше, да, надеть, чтобы... Ну, отлично. Я, заметно, решил это спросить до того, как ты сядешь за руль, абсолютно осознанно. Да не, на самом деле я вожу более-менее аккуратно, но если можно разогнаться, то я разгоняюсь. Вау. То есть ты отрываешься. Я не из-за того, что я люблю скорость, а просто из-за того, что я не люблю терять ни единой секунды своего времени. Меня произвело именно это впечатление. Лиза, ты на меня произвела, когда первый раз появилась из двери в юбилейном, когда мы просто проводили рабочую встречу, можно снимать, нельзя снимать. Ну, вот у меня вот открылась дверь, вошла Лиза и сказала абсолютно вежливо и корректно все, что хотела сказать. Это она уложила все фразы в 20 секунд, там, может, даже меньше, но зато было все расставлено по полкам, было абсолютно верю. Вот именно так все и происходит. Это первое впечатление о тебе было вот в импере встречи. Ничего себе. Откуда у тебя такое взрослое мышление, потому что я вот что-то как-то вижу в тебе будущего, ну, образно говоря, генерала. Ой, очень четко вы сейчас описали на самом деле меня и мне, что страшно, мне нравится командовать. Мне нравится управлять. Это было очень корректно. Мы усланим свидетелей. Мы припотребляем и говорим оба оп, так про стеночки. Это просто черта характера, так как я люблю познавать себя и я в течение трех лет, наверное, уже там пытаюсь понять свои сильные стороны, слабые стороны. Но в то же время я могу опоздать спокойно. Ну, потому что все бывает. Ну, минут там на 10 могу. Ну, 10 – это не опоздание, это английское опоздание. Это английское опоздание. Но в то же время, да, у меня надо все четко, по плану выезжать в это время, приезжать в это время. Отклонение бесит, да? Да. Это меня бесит, если честно. мне нужно все знать и наперед, пару шагов вперед планировать, чтобы я чувствовала себя комфортно. Если что-то не так, то у меня такой дискомфорт получается. Подъезжаем к твоему, к твоему альбоматору, практически, дворец юбилейный. Чувствую, что я дома. Да, прекрасный каток. Я очень люблю вот это место, церковь, парк напротив. Наш каток весь в окнах, он светлый. Ты помнишь первый момент, когда ты зашла вот в это здание? Первый момент нет, но помню первый год, когда мы катались здесь. Было он еще совсем, сейчас уже все в ремонт, после чемпионата мира все изменилось, но я помню, каким был юбилейным, когда я приехала. Дворец в Глазове называется Прогресс. Да. И он единственный, насколько я понимаю, где там просто центр притяжения города. Он отвечался от юбилейного на тот момент и сейчас отвечает? Конечно, он... Это же вообще один из первых катков в СССР, в Глазове, и он совсем был старенький, такой маленький, чисто, чтобы вместился каток, зал, раздевалки, ничего лишнего. А здесь, вы посмотрите, тут три катка, главная арена, все так масштабно, красиво выглядит, и, конечно, это другие, другой, абсолютно другой каток, другая вообще жизнь и так далее. Для тех, кто не знает, город Глазов это родной город Лизы, а посещать его любил никто иной, как Александр, по-моему, первый в последние годы жизни. Он туда приезжал, даже кому-то там сделал большой подарок, какой-то хозяйке постоялого двора. Но это неудивительно, что это город императорский, потому что вы просто зайдите в твиттер Лизы или просто вспомните, что она императрица. А, кстати, вот еще, если говорить, опять же, про родной город Лизы, что он был, между прочим, спроектирован петербургским архитектором. Твой город. Так что все в этой жизни. Очень-очень познавательное интервью у нас сегодня. Так что тебя сюда не зря привезли. Конечно. Видимо, все-таки у Алексея Николаевича есть некий магнетизм и чутье. Ни всяких сомнений. Ты брала интервью у футболистов «Зенита». Да, у двоих. И, да, у двоих. Один Кристиан Набоа. Набоа и... Да, и второй Клаудио Маркезио. Это то, что, кстати, уже объединяет уже нас с тобой. Клаудио я тоже брал интервью. И это было, по-моему, всего на полтора месяца раньше, чем делала ты. Ты сказала, что он твой любимый футболист «Зените». Почему именно он? Это связано с твоей любовью к Италии? Скорее всего, да. Не хотелось в этом признаваться. Хотелось, чтобы все думали, что я очень хорошо разбираюсь в футболе и его манера игры. Мне так понравилось, но я думаю, да. Сыграло небольшую роль то, что этот футболист из Италии. Класс. А тебя там смех разобрал на первых секундах этого разговора, и ты никак не могла остановиться. Почему тебя так смешила фамилия Дзюба, на которой ты останавливалась? Я же дурная. У меня бывает такое. Что-то в голову взбредет, что-то я там смешное для себя нашла, и все, понеслось. И никто ничего не понимает. Я уже забыла, и это было для меня абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я там смеялась над фамилией Дзюба. Ни одного из тех, кого ты из «Зенитовцев» интервьюировала, их сейчас в «Зените» нет. Один из них в ФК «Сочи». Сейчас в ФК «Сочи» есть еще один футболист из «Зенита», которого ты еще не интервьюировала. Это Саша Кокорин. А, да? А, ничего себе. Да, его туда сливали. Кстати, ты слышала же про все эти дела, которые с ним творились? Да, я думаю, многие, многие слышали. Ну и что ты по этому поводу думаешь? Я не знаю. Для меня спортсмен должен все равно как-то лицо держать свое. Особенно, если ты хороший, ну, не знаю, хороший спортсмен, все тебя знают, надо... Ну, не совсем красивая ситуация, грубо говоря. А ты знаешь, что сейчас вышел какой-то сериал с «Пеннинг аут»? Да, конечно. Да, и что ты про это думаешь? Там, я объясню просто, про то, что якобы фигуристы там еще много пьют, там, без конца между соревнованиями и так далее. Ну, это забавный сериал в очень американском стиле. Сделать драму, экшен везде. Возможно, там есть доля правды в этом сериале, но, конечно, когда ты делаешь сериал про фигурное катание, сложно держать интерес зрителей, поэтому, наверное, они добавили максимальное там количество каких-то сложных ситуаций, выпивку, там, алкоголя и так далее. Но, когда ты профессиональный спортсмен, конечно, такого нет. Это даже не обсуждается, потому что ты должен следить за своим здоровьем, ты должен следить за своим питанием, телом и работать на результат. Ну, а все мы прекрасно понимаем, что это невозможно, если ты ведешь безалаберный образ жизни, поэтому это не совсем правда. Я очень люблю куда-то ехать, даже на машине, смотреть в окно, и любоваться. Это для меня ну... То есть ты при онлайн регистрации мне сто в окно, мне сто в окно. Всегда мне сто в окно. То есть драку всегда, да? Согласен. Да. Плюс один. Если долго лечу, ты садишься, начало полета ты ничего толком не делаешь, приносит еду, ты кушаешь и начинаешь смотреть первый фильм. Получается проходит уже часа три. Три часа уже прошло, вот, осталось еще шесть, да? А потом думаешь, ну, чуть-чуть надо поспать. Поспал часик-два, полежал или что-то там в телефон повтыкал, посмотрел, какие фильмы есть, думаешь, о, еще один офигенный фильм. Еще один фильм посмотрел, и считайте, два часа уже прошло, и еще двухчасовой фильм. Оп, читал книжку, принесли второй раз еду, и ты уже прилетел. Слушай, ну, почти моя система. Вот, причем, главное, вот, переждать момент, пока вот ты не взлетел и не принесли есть, тогда действительно можно ничего не делать. А что для тебя офигенный фильм, что это такое? Душевный, с некоторыми шутками, комедийный, но не комедия, а скорее такой романтический и с какой-то мыслью, ну, о чем можно потом подумать. Это вот для меня какой-то идеальный фильм, который оставляет приятное ощущение внутри тебя, о чем ты можешь потом анализировать, и в то же время ты получил удовольствие от каждой минуты просмотра. Ну, что ты в последнее время такое посмотрела? В последнее время мне очень понравился фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Алина. Он прям очень атмосферный, я посмотрела, причем я смотрела дома, не в кинотеатре, а если я смотрю дома на компьютере, то я обычно вырубаю после 15 минут, меня очень сложно заинтересовать, и я очень легко могу перестать делать, если мне неинтересно, то есть некоторые прям всегда им нужно довести дело до конца, я практически никогда не довожу дело до конца, вот у меня вот эта вот плохая черта характера, но мне очень сложно дочитать книгу до конца, она должна меня так увлечь максимально, чтобы я вот а я тебе сейчас дам хороший совет что прочитать, я практически уверен, что ты оценишь. Круто. Я, знаешь, какая-то мне пришла в голову, вот что я книгу, которую я сейчас тебе советую, я не знаю, может, ты ее вдруг уже и прочитала, когда я изучал обстоятельства твоей истории про Олимпийские игры в Сочи, про тот период твоей жизни, я вспомнил книгу Книжный вор, где история девочки, которая чем-то, ну понятно, что там в относительном сравнении, да, потому что там речь идет о событиях Второй мировой войны, и там совершенно тоже драматичные события, но ее зовут еще Элизель, вот что интересно, вот тебе тип, возьми и почитай, мне почему-то кажется, что тебе понравится, и она тебя захватит. А скажи, пожалуйста, почему ты всегда в одиночке выступаю? Почему никогда в паре тебя не стали, ты не хотела, почему так? Просто я очень хорошо прыгала всегда, такой талант, наверное, сложно сказать. Не надо, да, надо его наоборот расширять, и чтобы он процветал, а в парном это абсолютно другой тип, это только два прыжка, это выбросы, и там, ну то есть в парное идут, когда не получается наоборот прыгать. А когда у тебя в основном получаются прыжки, то меня даже не звали в пары, потому что это нелогично, это неправильно, и я бы никогда не согласилась на это, потому что я не доверю никакому мужчине, чтобы он меня тягал на два метра высоту. А, страшно? Да, страшно. Просто у меня такое ощущение, если честно, что у нас все-таки очень агрессивные люди за рулем сидят. В Питере нет, в Питере абсолютно нет. я слышал от москвичей наоборот, ну, развей мысль, а у кого плохо все? Ну, не знаю, вот я в Москве много раз с подругой ездила в машине, и очень, вообще, мне было даже жалко тех людей, которые только сдали на права и с трясущимися руками выехали на дорогу в Москве на кольцо, и я просто не представляю, что они чувствуют, бедные люди, потому что там как раз вот это вот осторожное движение, и там тебя могут сразу наверное отругать, грубо говоря, мягко говоря, точнее за такое, а в Питере я вышла, я выехала на дорогу, и как-то все, ну, вот мы сейчас едем, и это спокойное вождение, мне кажется, спасибо тебе, Лиза, Лиза с удовольствием играет вот в этот компьютер наш бортовой, да, потому что у меня нет такого VX1, а тут столько примочек всяких, я даже не понимаю, что это такое, все, новости, новости обычные, я не знаю, Лиза, ты жила в 45 минутах езды от юбилейного, когда переехала в Петербург, это где, прости, пожалуйста? на площади мужества, в интернате, вот, вместе с тренером у нас там была комнатка, мы там и кушали, и жили какое-то время, а потом нам предоставили квартиру уже, рядом. О чем вы мечтаете? Пить кофе по утрам на собственной террасе, спускаться за свежей выпечкой в домашних тапочках, любоваться городом, принимая ванну, летом вместо офиса работать на свежем воздухе, кататься на катере каждый день, никогда не опаздывать в школу, пригласить в гости любимую футбольную команду, чтобы идеальный порядок в квартире поддерживал себя сам, да просто жить счастливо. Жить в бизнес-квартале ЦДС Черная речка Ты себе можешь представить, чтобы ты выступала под нейтральным флагом? Для чего тогда все это, если ты такой принципиальный, что ты не будешь выступать без флага? Нет, надо выступать, это все равно соревнование, это борьба, это интересно, и если я попаду в такую ситуацию, то я буду выступать обязательно, потому что мы ради этого живем. Почему в Японии так любят фигурку? Вот я не знаю на самом деле, почему, там действительно очень любят, у них сейчас есть прекрасные спортсмены, и Юзуруханю, в Бразилии футбол любят фигурку. А что ты делаешь со всем вот этим набором вещей, который летит на лед? Вот с этими плюшевыми игрушками, с этим вот, вот я как-то видел твою фотографию, там, два тюка вот этих вот, что они, где они, в музее, там, поле чудес, или где они все? Они, все, что самое такое ценное для меня, я все везу домой, я специально, когда еду на шоу в Японию или на соревнования, я везу с собой пустой чемодан, специально для этого, все, что, как бы, там кидают, какие-нибудь платочки, носочки, то есть, ты, понимаешь, что ты не все можешь ждать, взять, точнее, что ты оставляешь, но вот, медвежат, как, когда мне кидают в моих нарядах, или, там, короны, либо портреты, я это все всегда беру с собой, потому что это ценное на память именно, это человек постарался, ручная работа. Ты очень хорошо говоришь, я не знаю, ты хорошо говоришь, потому что ты говоришь, как думаешь, или ты тренировалась, или ты что-то делаешь для этого, ты действительно очень четко излагаешь мысли, откуда в тебе это? Это у меня переключается мозг, когда я на камере просто. А, так ты уходишь в себя. Так я все коплю, 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 туплю по максимуму, камера включается, у меня сразу появляются откуда-то мысли, непонятно откуда. Но на самом деле, мне кажется, у тебя такое впечатление, потому что я действительно говорю то, что думаю, то, что я знаю, и как я ощущаю. И когда ты не строишь из себя другого человека, не хочешь показаться более умнее, или более красноречивее, получается, все естественно и красиво. Сейчас я спрошу, какие тебя качества в людях раздражают и какие ты ценишь? Я боялся, что сейчас мы получим за непунктуальность. Тем более. Не, я сижу в BMW X6, мне приятно вести эту точилу, поэтому мы можем немножечко задержаться. Я очень ценю честность и искренность. Для меня это прям очень важно. Если я вижу, что человек может быть даже не очень хороший, ну, то есть, нет понятия хороший-плохой, не совсем подходящий, да, для меня, но он это делает, он не без лицемерия, то это уже, это уже хорошо. То есть, это уже плюсик этому человеку от меня, даже если он не совсем нравится. Он не строит из себя другого. то есть, это для меня очень важно. А вот как раз-таки говоря о качествах, которые мне не нравятся, это вот лицемерие. Я очень люблю лицемерие и наверное, это одно из самых таких, потому что с опытом все-таки жизненным, ты на многие, на многих людей смотришь и я не могла раньше сказать, что меня раздражает, потому что я довольно дружелюбный человек и для меня с любым человеком можно найти контакт. Но я поняла, что именно лицемерие это для меня вот неприемлемо. Когда же у тебя упадет-то что-нибудь там вот сзади, я не знаю. Мы до сих пор 3-0, я проигрываю. Три предмета упало у меня, но Иван просто закрепил, видимо. А это, кстати, про лицемерие довольно интересно, потому что все принято считать, что и любой вид спорта, да, который подразумевает конкуренцию, который подразумевает какие-то там внутренние такие отношения чем-то отдаленно напоминающие казарминой, наверное, не очень ошибусь в этом, да. А он включает в себя в том числе интриги, да, и понятно, что, я думаю, вряд ли ты будешь отрицать, что ты со многим сталкивалась, с хорошей такой жизненной школой прошла за счет фигурного катания, что это не только или ты не склонна об этом говорить? Я, во-первых, не сталкивалась вот об этих всех, с этими сплетнями, с какими-то разборками, вот как принято думать. Может, ты просто стекло-стекло? Я просто не люблю вникать во все это, и я, если знаю, что мне не понравится что-то, я поверхностно ко всему отношусь. Просто я на ответ. Ты была в Амстердаме? Да. То есть, все, кто оттуда приезжают, говорят, да ну, там одни наркотики. Сколько раз я туда не ездил, я их не вижу. Не, я вижу. Ну, мы же... Я стараюсь не видеть, видимо. Не знаю, запах этот... Просто в Амстердаме, я была в Амстердаме один раз на 6 часов. Я была проездом, и мы решили выйти в город, и, естественно, пошли по самым знаменитым, местам. Тогда понятно. И я видела, и мне не понравился. Я так поняла, вам нравится Амстердам? Я просто там первый раз был так же, как и ты. У меня срослось тоже ощущение, что он грязноватый, мрачноватый, студенческий. А потом я там бывал, у меня была возможность быть там подольше и в другой обстановке, и я пересмотрел на него. И там можно жить, не замечая совершенно этих вещей. Ближайшие планы грандиозные. Будет мое шоу 9 марта. Будет весело, поэтому я всех приглашаю. Приложу все усилия, чтобы каждый человек, сидящий в зале, ушел оттуда с прекрасным настроением, с приподнятым духом, и вообще все было здорово. И на этом же мероприятии будет продаваться мой мерч. Кофты, футболки, аксессуары, поэтому можете приобрести какие-то сувениры с этого мероприятия. А в этом шоу ты сказала, что оно будет очень веселым, развлекательным и так далее. Ну, насколько далеко ты в этой развлекательности собираешься зайти, на какую аудиторию это все будет рассчитываться? Представлены все мои показательные практически и новые, которые поставили итальянцы. И я хочу, чтобы другие спортсмены тоже сохранили этот стиль веселья. Не знаю, насколько все будет так ярко, эпатажно, но будут креативные номера, это точно. И это главное. Я хочу сделать такое шоу, которое люди будут сидеть и думать, что же будет дальше, вау, какой номер. И с таким настроением приподнятым выйти из зала, думать, блин, было весело, было круто. Ты собираешься применять какие-то свои первые пробу пера как режиссер, естественно же, делать, правильно? Да, у меня нет времени, чтобы все контролировать, чтобы все делать самой, но я буду смотреть на все номера, и мой голос очень важен сейчас в этом шоу, потому что все-таки это мое имя, и мне хочется его не опозорить. А по поводу неудачных вещей, как ты научилась с этим жить? Потому что у тебя были длинные и простые, что спортсмен, который привык все время быть в движении, опять же, как хороший автомобиль, и вдруг он вынужденно останавливается, мало того, что он не может делать то, что он привык делать, физически, так он еще и морально себя съедает, что он что-то сделал не так, он что-то теряет и так далее. Да, это вообще очень ужасное на самом деле ощущение, потому что ты не можешь ничего с этим поделать, и ты понимаешь, что все, все, что сделано, ты сделан, тебе ничего не изменить, никак ситуацию, и вот тут главное принять это. если пока ты это не примешь, не переосмыслишь, ты просто будешь себя так изнутри съедать, у меня было слово кушать, но нет, что-то не то. Но изнутри себя кушать, это уже такое, что-то это Вуди Аллен. Да, это Вуди Аллен. Конечно, сам момент именно Олимпийских игр это было больно, потом думаешь, да, нормально, все, живу, спокойно, ничего такого. то есть, я как-то всегда, я безнадежный оптимист по жизни, вообще безнадежный. Если какая-то полная жопа происходит, я найду лазейку, для чего это нужно было, и как я могу с этим справиться. И все, и тогда у меня жизнь сразу в другое русло. Не, ну, конечно, проходит время, конечно, я, быть оптимистом в дурку надо постоянно, но я из тех людей, которые будут все-таки искать хорошее что-то. В общем, есть у меня такое странное чувство, что будет у нас через некоторое время еще одна Татьяна Анатольевна Тарасова. Что-то мне такое подсказывает. Ну, я на самом деле думала тоже. Вот, а вот что именно, вот как описать, кто такая Татьяна Анатольевна у нас в гурном Катане? Один искусствовед знакомый, есть такой Михаил Казинник, он хорошее определение дал великим людям, да, в своих профессиях, в своих областях. Он сказал, что это как бы не совсем люди, это посланники. То есть, они выполняют какую-то функцию. Человек-функция, который выполняет какую-то свою роль в той сфере, которую он представляет. Вот я, наверное, вот так бы это описал. У тебя будет какая-то миссия, функция. Ты можешь сейчас уже, что ты хочешь? Я просто сейчас уже воспринимаю это как свою миссию, то есть, в фигурном катании. Для меня цель, так же, вот как для фигуристки, да, для спортсменки, чтобы оставить след в фигурном катании, чтобы не забывали, чтобы говорили, чтобы людям нравилось и они с теплотой вспоминали, да. И вот то же самое, чтобы это было после того, как я закончу спорт, но останусь в фигурном катании. Если кратко, то мне очень понравилась она, но для меня она была безумно плавная, мягкая, именно и в то же время быстрая. Не знаю, я получила безумное наслаждение и, наверное, буду теперь копить денежку вот на эту красотку после X-1, скорее всего, мне захочется X-6. Субтитры сделал DimaTorzok